Дорогие друзья, здравствуйте! На календаре у нас 8 ноября, год по-прежнему 2023. Портал Прян начинает очередной вебинар, посвященный вопросам за убеждение бизнеса и миграции. Так что-то у нас чуть-чуть небольшие глюки со связью, но я думаю, что сейчас все эти вопросы мы разрулим. Рады всех приветствовать! Сегодня мы будем говорить о программе гражданства Египта и о египетской недвижимости вообще. Говорить будем с экспертами компании Apex Capital Partners. Это Софью Силин. Это прям только что общались, все было тихо. Все нормально вроде. Ну, будем сейчас решать, что со звуком. Думаю, если что, будем по очереди включать-выключать микрофоны. Я представляю Софью Силину, вице-президента по России и СНГ компании Apex Capital Partners. Софья, здравствуйте. И вот у Нури Каца, президента и основателя Apex Capital Partners. Добрый день. Давайте просто микрофон еще разок проверим. Добрый день. Нет, все. Более-менее работает. Если какое-то эхо будет, мы будем этот вопрос по ходу дела решать. Будем сейчас с эхо. Да. Друзья, значит, у нас чат работает. Контакты компании Apex Capital Partners, я думаю, мы сейчас просто в чате опубликуем. И перед тем, как, собственно, говорить более подробно о программе Египта, Софья, мы с вами этот вопрос обсудим. Нури, ну, ваша компания, она мирового масштаба. Вы работаете в большом количестве стран, с большим количеством программ, с некоторыми программами. То есть ваш вклад в некоторые программы ОСИЗАМ, вы его реализовывали. Вот что сейчас в мире происходит? Как сейчас вообще работают эти миграционные программы? Потому что, ну, как бы, со стороны, находясь в России, один взгляд. Но если мы посмотрим в широком смысле, что, как, как эта вся история работает сейчас? Ну, конечно, вопрос России – это отдельный вопрос. И давайте два слова вообще об индустрии, потом немножко о России. Вообще, как ни странно, некоторые программы закрываются, некоторые программы открываются. Как всегда, все идет вольнами. Мы это видели раньше, когда были программы и в Канаде, потом закрыли программу, потом открыли Америку, потом закрыли Америку, потом открыли Кипр, закрыли Кипр. И теперь есть Египет. Мировое сообщество, мировое сообщество, или лучше, наверное, сказать, то, что зовут в России коллективный Запад, обращает намного больше внимания на эти программы. Правительство Евросоюза и Америки смотрят больше на эти программы со стороны, то, что они говорят, безопасности. Они очень волнуются о том, как выдают сейчас гражданство людям и настолько глубоко смотрят на людей, на криминальность и такие вопросы. И проверяют, они хотят убеждаться в том, что их очень-очень хорошо проверяют. Идут очень много общений между Европой, и я тут нахожусь сейчас на Карибах, с карибскими странами, и Америка с карибскими странами, о том, как усиливать их возможность проверки по безопасности. Это то, что их очень-очень волнует. И это волнует их не только по Карибам, а по Европе, как мы знаем. Сейчас очень сильно меняют программу золотой визы в Португалии. Сначала хотели отменить совсем программу, потом решили отменить возможность покупать недвижимость. И сейчас, и это только вчера вечером, кажется, что премьер-министр Португалии немножко попал в беду. Несчастную ситуацию, да. Несчастную ситуацию, его обвиняют в коррупцию, и даже вчера был обыск у него дома. Я думаю, что его снимут с поста. И все планы по изменению программы сейчас остановятся, и потом кто-то еще другой придет, и они поменяют как-то по-другому. И там вообще сейчас не будет понятно, пока не будет понятно, кто будет следующий премьер-министр. Как мы знаем, программа Черногория, где мы много работали, закрылась. Так что очень много изменений, как и... Ну, можно ли сказать, что все-таки есть такая тенденция, что страны, коллективный Запад, не коллективный Запад, не принципиально, есть определенная тенденция, что, ребят, такие программы, это все-таки рисков больше, чем плюсов, поэтому давайте как-то их как минимум ограничивать, как максимум даже закрывать. Я сейчас говорю не только о программах гражданства, а о программах ВНЖ, ПМЖ тоже. Я согласен с этим, да, но как по опыту я знаю, что это разговор, я считаю, что это разговоры пока. Очень тяжело заставлять независимую страну менять свою политику. Каждая страна имеет право, юридическое право принимать людей в гражданство или в вид на жительство. Сами они имеют право определять, как это делать. Но да, смотрят на это намного сильнее. Честно говоря, хотя мир весь глобальный стал, он, честно, уже не настолько глобальный. Европа ведет сейчас систему электронной подачи заявления даже на визу, даже для тех, у кого безвизовой везд. Так что любой канадец, любой американец, который хочет, или англичанин, который хочет поехать в Европу, начиная с 25-го года, будет должен подавать заранее, за несколько дней заранее электронное прощение на разрешение на вход, на въезд. Эта система существует уже, такая система для европейцев существует в Америке, и в Канаде, и в Англии. Так что те дни, когда было разрешено просто ездить по миру без визы, вообще без, не думая об этом, как я всю жизнь ездил, уже заканчивается. Ну что ж, не самая вещь, у нас получилось с начала вебинара, но окей, давайте тогда реализм. Но по поводу русских, это, конечно, очень-очень сложный вопрос. Конечно, сейчас коллективный Запад наезжает без логики, конечно, хотят ограничивать возможность для русских участвовать в мировой финансовой жизни. И все, что связано с визами и гражданством, они считают, что это входит в финансовой жизни мира. И поэтому они пытаются ограничивать возможность для русских получать и визы, и получать гражданство, и так далее. Я не очень понимаю логику, конечно, но это так. Они прямо звонят всяким странам и говорят им, давайте не принимайте русских, не принимайте русских. Это, конечно, не связано с санкциями, потому что нет таких санкций на людей. Даже по их правилам есть санкции, я читал вчера, на 1600 русских и русских компаний. Но существует еще 140 миллионов людей в России, и даже на них они пытаются накладывать санкции. Это что-то совсем новое. Я такого не видел никогда, что они на всю страну и на всех людей. Ну да, эта история понятна, она не всегда там во всех нюансах, в отношениях с разными странами она по-разному транслируется. Да, естественно, по-разному и по-разному. Проявилось ради того, что вы сказали, как бы у стран есть собственный суверенитет. Это очень у многих, да, это формально есть у всех. Ну, это формально. Естественно, но если мы говорим, например, о том же Египте, насколько я понимаю, программа работает, и, собственно, активность, Софья, вашей компании на этом направлении показывает, что она работает практически. То есть программа гражданства Египта есть, и инвесторы могут получить паспорт Египта. Все правильно. Программа Египта действительно есть, и существует она с 2020 года. Она претерпела некоторые виды изменений, в том числе и упала в цене по входу порога недвижимости, по покупке недвижимости с 500 до 300 тысяч долларов. Но сама программа именно в ее сегодняшнем формате существует со второй половины 2023 года. Что вы имеете в виду в таком формате? В таком формате, именно в живом формате, когда программа действительно, во-первых, получила свой старт и развитие, а не была положена куда-то на полку, как это происходило в период пандемичных годов, и потом она претерпела некоторые перезагрузки. Плюс, если говорить про опцию с недвижимостью, вначале мы были строго ограничены, мы в смысле клиенты и мы в смысле агенты в плане выбора недвижимости, и могли приобретать ее только у одного застройщика, который имел прямое отношение к государству. Это многих не устраивало. Многих не устраивало отсутствие большого выбора. Как правило, люди хотят, приобретая что-то за немаленькие деньги, иметь именно эту возможность. Любую локацию практически, которую сейчас Египет позволил, кроме Синайского полуострова, приобретать недвижимость где угодно. Плюс у любого выбранного и именно приглянувшегося тому или иному человеку-застройщика. То есть в данную секунду времени ограничения эти сняты. Мы не обязаны обращаться только к одному девелоперу. И спектр предложений на рынке достаточно велик. На сегодняшний момент Египет находится в стадии становления и такого достаточно бурного развития в плане стройки. Застраиваются очень интересные регионы. Это и Новый Каир, и все известные нам локации на Средиземном море, новая территория. И все, что касается тех локаций, которые на слуху, таких как Кругада, например, и окрестности. Ну вот все, что кроме Синайского полуострова Шарм-эль-Шейха, возможно к покупке. И это, конечно, достаточно хорошие виды изменения программы. Поэтому отвечаю прямо на ваш вопрос, существует ли, работает ли она. Да, сейчас можно четко сказать, что программа работает. Мы начали развивать вообще идею, что можно вложиться в Египет и получить гражданство этой страны. Где-то полгода назад, когда точно поняли, что программа не собирается закрываться и для россиян, и в принципе собирается только развиваться. И вывели ее на российский рынок. Мы получили лицензию, так как давно принято решение владельцам компании работать только с теми локациями, где у компании Apex Capital есть лицензированная деятельность. Наш партнер по египетскому Апексу как раз будет на следующей неделе в Москве. И мы еще об этом поговорим. Мы будем делать специальные мероприятия вместе с ним и с директором иммиграционного департамента Египта, что само по себе уже очень большой прорыв, потому что ни этот человек, ни в принципе иммиграционный департамент Египта, до Российской Федерации еще не добирался в таком формате, чтобы презентовать эту программу. Вот поэтому, милости просим, будем рады и ответить на вопросы по программе, и познакомить с ключевыми персонами этой программы. Ну и сами будем рады всех. Я буквально пару слов тогда все-таки об этом еще расскажу, обращаясь к нашим зрителям. Итак, вы можете принять участие в очной встрече с представителем Египта, то есть египетской стороны, да, то есть с человеком, который отвечает за иммиграционную программу, это можно сделать в Москве. Контакты компании Апекс, которая организовывает это мероприятие на экране, то есть вы можете просто позвонить, там, естественно, нужна будет предварительная регистрация, ну и узнать все подробности. В середине ноября сюда приезжает человек, с которым напрямую можно пообщаться и понять те нюансы, которые вы хотели бы узнать, что называется, из первых. Хорошо, давайте теперь о программе, все-таки несколько слов, формальная сторона вопроса, как все работает формально, а потом поговорим, как все работает неформально. Я включу презентацию, у нас она большая. Филипп, можно я два слова тоже скажу про Египет? Вчера я читал в Блумберг про то, что, даже в Блумберге пишут об этом, сначала специальные операции, очень много русских уехали в Дубай и покупали недвижимость, огромное количество недвижимости, покупали по любым ценам и, естественно, по завышенным ценам, не спрашивая ничего. И кажется, что теперь перестали покупаться. Они поняли, что недвижимость именно в Дубае сейчас переоценена, что продают очень дорого, то, что должно стоить намного дешевле, но из-за ситуации люди соглашались. И сейчас тенденция покупать в Дубае, и я согласен с этим, что это не... люди понимают, что для инвестиций это не самое лучшее место. Египет сейчас развивается очень усиленно, и египетская недвижимость. И я думаю, что для... как просто стратегия вложения в недвижимость, за исключение даже паспорта на Ближнем Востоке, что сейчас Египет окажется... ну, не то что новый Дубай, так я бы не сравнивал, но очень развивающий сейчас рынок. Правительство Египта инвестирует огромное количество денег в развитие инфраструктуры, и не только правительство Египта, а правительство других стран из Ближнего Востока. Они пытаются очень сильно развиваться в Египет. И мы сейчас в начале этого процесса, ну, не совсем в начале, но в начале, это не как в Дубае, где все развитое, или переразвитое. Египет начинается сейчас, Египет как в Дубае примерно 10-15 лет назад. И в этом я просто хотел обращать внимание именно на инвестиционные привлекательности. Ну да, про Египет сейчас говорят отдельно, но вот этот отчет Бумберга я тоже видел, там такой немножко неоднозначный, он основан не на реальных цифрах, а на мнении компаний, которые работают в Эмиратах. В общем, ну, не про эмиратский рынок сейчас говорим. Давайте действительно тогда формальную сторону вопроса обсудим, что представляет собой сейчас программа. Я еще раз, значит, ее открою. Гражданство Египта. Софья, просто по кадрам, как вам удобно основные моменты. Да, давайте общие слова для того, чтобы не загружать сильно эфир и для того, чтобы просто создалось понимание, что можно сделать, куда можно вложиться для того, чтобы получить гражданство этой страны. Вариантов всего четыре. Причем есть невозвратные, есть возвратные. В общем-то, как в любой другой программе гражданства через инвестиции, с которой мы когда-либо работали. Если говорить про возвратные инвестиции, то, к примеру, уже обсужденная опция покупки недвижимости. Стартует эта опция с цифры 300 тысяч долларов. И до бесконечности лимита нет в зависимости от аппетитов того человека и членов его семьи, которые выбирают тот или иной проект. В общем-то, есть где разгуляться. И действительно, у нас очень хорошая экспертиза по поводу премиальной недвижимости Египта, которую, кстати, нужно отметить, очень сложно иметь эту экспертизу, потому как находящийся в зачаточном развитии именно рынок недвижимости премиальной Египта это такая сложная штука, в которой нужно очень глубинно и серьезно разбираться. Вообще, в Египте, как и в программе гражданства, так и во всех вопросах, связанных с недвижимостью, очень много своих нюансов. Именно поэтому в нашем офисе в Египте, в Каире, работают египтяне, которые досконально понимают все нюансы происходящего в своей стране. И говорят они на одном языке с чиновниками, куда мы подаем документы наших клиентов, чтобы не терять суть и нить происходящего. Так вот, программа через приобретение недвижимости довольно-таки комфортна тем, что в начале пути, когда мы подаем документы на рассмотрение, не нужно не то, чтобы платить, но даже выбирать конкретный объект, можно не выбрать окончательно его. У вас будет еще время для того, чтобы четко определиться с тем проектом, с той локацией, в которую хотелось бы вложиться. Сама программа стартует, да, вот с этой самой суммы 10 тысяч долларов, которая уходит при подаче файла на проверку файла на благонадежность человека, ну, due diligence, грубо говоря, то самое сочетание слов, к которому мы все привыкли из прошлых программ. 10 тысяч долларов платятся за семью. Документы, собранные нашим офисом в России и переданные в Египет, загружаются, подаются в департамент эмиграции, начинается проверка, и вот после, только после того, как проверка закончилась, можно будет платить в объект инвестирования. Да, если человек не хочет упустить тот или иной вариант, который ему очень сильно понравился, можно сделать некий депозит, как обычно, и продержать тот или иной проект до момента получения одобрения. Вот по поводу получения одобрения, здесь написано 3-6 месяцев, но на самом деле на 3 месяца я бы не рекомендовала вам ориентироваться, потому что, как правило, все вот эти красивые цифры, как и по другим программам, это именно рекламные такие заходы. В теории это должно длиться действительно от 3 месяцев, но по факту и человеческий фактор, и куча всяких других нюансов и препонов на пути прохождения и подачи, и подготовки документов, и прохождения проверок, поэтому ориентироваться надо в среднем на 6 месяцев. Возвращаясь к наличию прочих опций, если говорить про возвратные инвестиции, то можно вложить 500 тысяч в депозит местном банке и получить их обратно, в общем-то, но единственное не получая проценты от вклада. Если про невозвратные говорить, то они тут условно невозвратная программа номер 4, участие в локальной компании, потому как, почему условно невозвратная, потому что состоит из двух составляющих. Это 350 тысяч долларов возвратная часть инвестиций, когда вы вкладываетесь именно в свой бизнес, а остаток 100 тысяч – это невозвратная часть, которая уходит в государственный фонд при выборе данной опции. Можно и просто подарить государству 250 тысяч долларов, если вообще не хочется ни иметь ни недвижимость, ни вкладываться в компанию, ни держать деньги в банке, просто подарить, получить гражданство и дальше уже решить, что делать с этим статусом в дальнейшем. Многие люди заинтересованы жить в стране, проводить там свою пенсию, жить на Красном море – не самый плохой вариант, и на Средиземноморье в том числе. Красиво, мягкий климат, интересные новые курорты, которые действительно привлекают сейчас со всех сторон, не посмотри, новых инвесторов, создают инфраструктуру, которую раньше не озаботился, в принципе, египетский строитель. Но вот сейчас как раз инфраструктурные проекты огромные вырастают от грибы. Смотрите, ну все-таки некоторые клиенты, как я понимаю, у вас уже прошли путь и паспорт Египта получили. Вот из этих четырех опций они по факту что выбирают? Недвижность. Недвижность. То есть все остальное – это такая, ну как бы, почему бы нет, но по факту это людям не очень понятно или не очень интересно? Ну, как правило, наш с вами соотечественник, Филипп, предпочитает иметь синицу в руке, чем журавля где-то там. Поэтому вот эти квадратные метры, куда ты можешь приехать или где можешь основательно обосноваться, если что, они греют душу. Ну и потом в нашем понимании, наверное, еще пришедшим из тех самых советских времен, если у тебя есть свой метраж, своя квартира, апартамент, дом, то тебе как бы спокойнее живется, чем когда ты действительно должен беспокоиться о каких-то деньгах, которые вложены в другую страну, вынимать их потом как-то. В общем, лишние эти три волнения нашим клиентам они очень интересны. Хорошо. Давайте буквально перед тем, как мы поговорим чуть подробнее просто о недвижимости и вообще все, что с этим связано, процессы формальные. Если мы говорим о оплатах, да, вот как они происходят с учетом того, что там, в каких суммах выставляются счета, вот как платятся вот эти 10 тысяч, вот все вообще, что с этим связано. И мы общались с вами на этот счет, ну это вот примерно полгода назад, но с тех пор много воды утекло. Как это сейчас все происходит на практике? Ничего не изменилось. То есть конкретно по египетскому направлению человек действительно выбирает, как ему комфортнее платить. И доллары, и евро мы можем принимать. Он платит кому? Он платит из российского банка. То есть, условно говоря, из российского банка за границу сейчас, ну, во-первых, многие банки просто под санкциями. И даже те, что... Ну, из Райфайзена доллары прекрасно себе уходят. У них есть некий лимит, как вы помните, да, для выхода от нас, но... Мы... Я хочу быть очень осторожным тут, потому что мы международная компания, мы должны следить за этими делами. Мы, конечно, не можем помогать людям обходить никакие санкции, но есть абсолютно легальные пути до сих пор, легальные, которые не санкционные. Я считаю, что санкции нелегальные, но не санкционные пути переводить деньги, включая того, что сейчас даже говорят о том, что можно будет скоро переводить в Египет рубли. Когда это произойдет? Мы не знаем, когда. Да, но обещания есть. Есть, несмотря на санкции, есть еще пути переводить деньги, которые не нарушают условия санкций. Как происходит... Значит, смотрите, если мы говорим все-таки о покупке недвижимости, недвижимость ты покупаешь у какого-то египетского застройщика или у частного лица? У египетского застройщика. У египетского застройщика. Имеет счет в Египте. Я почему-то говорю так, потому что, например, многие турецкие или даже дубайские, они все вопросы даже уже готовы здесь решать. И, например, принимают деньги и в дирхамах, там некоторые. Кто-то действительно тоже принимает в рублях. Это как происходит? Ну, все девелоперы хотят получать деньги, как хотят. Я не знаю, пока я не слышал о тех, которые готовы принимать их в России. Ну, и я сомневаюсь в том, что они будут принимать в России, но потому что так накладываются на них проблемы, которые они должны также решать. Но получать и в дирхамах в разных ситуациях будет возможно. Это зависит от девелопера, от его аппетита к риску. Но у многих есть представительство, у больших в Дубае, и они могут там принимать... А еще в Египет, Филипп, одну секунду. В Египет можно ввозить наличные, если они получены легальным способом и будут задекларированы на ввозе. А важный момент, мы про финансы, я думаю, что мы еще пару слов скажем, потому что вопрос к нас поступил. Кстати, друзья, если есть какие-то вопросы, да, пожалуйста, задавайте в чате, постараемся на все сегодня ответить. Вопрос у меня такой, вот вы сами говорили, что программа в каком-то смысле сыровата. То есть в 20-м году ее начали, но тут пандемия, сами египтяне не до конца поняли, от чего как происходить-то будет. Вот сейчас вся процедура, насколько она выстроена, учитывая, что вы работали или работаете еще со многими странами, как это все происходит пошагово, то есть насколько это все просто, понятно и так далее. Или есть какие-то моменты, которые сами египтяне... Слово просто и правительство, любое правительство, они никак не связаны. Это верно. Никогда не было ни в Канаде, ни в Америке, ни на Карибах, ни в Европе, никогда ничего было просто. Может быть, и клиенты сами не чувствовали, настолько это все сложно, и настолько сложно работать с правительством по этим вопросам. Но это наша работа. Я скажу, что хуже, чем правительство Канады, ничего нет. И все, наверное, думают, что все хорошо и просто. Министерство иммиграции Канады – это что-то ужасное. Я не боюсь это сказать. Но так что то, что мы можем сказать, что оформляется, люди получают гражданство. Но слово «просто» я... Тогда что непросто. Вот для меня, как для человека, который в этой программе заинтересован, я рассматриваю вариант, что я делаю, допустим, в России или в какой другой стране, должен ли я приезжать в Египет, вот эти моменты, Софья, что можно сказать? Вы должны приехать в Египет, особенно если вы выбираете какой-то объект недвижимости, потому что на него нужно посмотреть глазами. Продавать катар в мешке мы никогда не любили. Мы рекомендуем людям минимизировать подобные риски, чтобы не покупать нечто по презентации. Все можно делать удаленно, но легче и проще приехать в Египет на подачу документов. Здесь мы готовим все документы, всю документацию, связанную с российскими документами. У каждого нашего с вами соотечественника документы личного характера, они как раз российские. Поэтому оформляем мы их здесь. Дальше мы их передаем, ну, либо человек сам летит туда и уже на подачу, либо мы передаем их системе DHL, слава богу, она из России позволяет нам документы отправлять. Ну и дальше формируем, да, и человеку нужно обязательно будет подписывать государственные формы, как и в любой другой программе, всем членам его семьи. И все это подается, да. Государственные формы есть в любой программе на Карибах. А, значит, основной документ, как заявка. Документы, которые как раз оформляются на каждого члена семьи, которые включают в себя всю необходимую первичную основную информацию для того, чтобы каждый чиновник, проверяющий тот или иной пакет документов, брал эти государственные формы и как бы резюме о том или ином человеке, смог бы получать из них. Да. Где происходят сбои? Сбои могут происходить везде. На сборе документов здесь, в России, на подаче там, в Египте. Могут возникать дополнительные вопросы у проверок. На дополнительные вопросы нужно отвечать. При переводе денег могут возникать препоны с приемом и отправкой денег. Нужно доказывать происхождение средств. То есть это все происходит не каждый раз и не при каждом кейсе, но к этому нужно быть готовым. И мы всех наших клиентов, естественно, предупреждаем, что сейчас реально простого нет ничего. Ну, иногда попадаются счастливчики, и не только по египетской программе, а, в принципе, по любой, которым удается пролететь быстро и безболезненно, без единого вопроса с любой из сторон. Но, как правило, это один случай. Вот смотрите, в такой момент. Предположим, человек находится в России. Вот я открою этот слайд. Сейчас, секунду. Ну, вот этот вот. Значит, вот эти 10 тысяч долларов, он уже должен отправить в Египет? Или это пока еще внутрироссийские? Нет, нет, это все отправляется в Египет, естественно. Для того, чтобы стартовало, получив документы от человека, для того, чтобы запустился механизм проверки документов по безопасности, человека проверки по безопасности, необходимо заплатить вот эти самые 10 тысяч долларов, для того, чтобы стартовала процедура. То есть, процедура стартовала, то есть, вместе с 10 тысячами отправленными, ну, на счет, видимо, какой-то государственной вот этой организации. Все верно. После этого от нее приходит, через какое-то время происходит вот это одобрение, после этого ты начинаешь делать инвестицию. Да, да, да. Такой тогда вопрос. Я думаю, что для определенной группы граждан России, да и не только России, это может быть сейчас актуально. А если человек находится за пределами России в моменте, должен ли он что-то собрать именно здесь? Или, по большому счету, он живет в Турции? Или в тех же самых Эмиратах? Пожил, насладился, понял, что нет, все, не хочу. А гражданство Египта ему интересно было бы. Может ли он все сделать удаленно? Выходясь там. Мы за последние два года, Филипп, здесь безотносительно к той или иной программе научились делать, оформлять пакеты документов, а они практически идентичны под каждую программу, плюс-минус один-два документа, удаленно. Многие наши клиенты находятся в совершенно разных частях света. Но физически в России они не нужны для того, чтобы подготовить пакет документов. Нотариальное заверение мы... У нас есть партнеры, которые делают по видеосвязи, у нас есть возможность заказа удаленно справок о несудимости, естественно, легальных, апостелированных и так далее, но человеку для этого не приходится ходить в МФЦ, грубо говоря, и потом физически не получать эти документы. Мы здесь в России, у нас офис на Леонсском переулке 25 в Москве, мы получаем, наш юрист получает весь пакет готовых документов и уже их обрабатывает без присутствия человека, с человеком, как с вами. Я в Москве, вы в Питере, ну и на Антигуа, и мы с вами общаемся, ровно так же происходит сбор документов. Давайте еще в чате контакты публикуем, чтобы было понятно, какой адрес, и напомню, что по этим же контактам вы можете зарегистрироваться на очную встречу с представителями компании Apex Capital и одновременно с представителями египетской иммиграционной службы. Директором департамента иммиграции Египта, да. Встреча пройдет 15 числа, спасибо, Филипп, что напомнили, 15 ноября, где и к какому адресу, пожалуйста, обращайтесь с вами, это отдельно обсудим. Погласим. Следующий тогда вопрос. Каким-то образом здесь, просто в некоторых программах, я знаю, такое есть или было, здесь ты с египетским посольством, с консульством как-то общаешься или по большому счету нет? Ты должен что-то апостелировать, с какими-то специальными ребятами общаться здесь или этого нет? Есть общение со специальными ребятами и с египетским консульством. Мы записываем, мы помогаем подавать документы, мы помогаем всей этой процедуре, не нужно пугаться, все эти нюансы мы объясняем досконально. Наши юристы могут помогать представителям, например, клиента все это дело осуществлять. То есть, просто чтобы было понимание, если человек находится за пределами России, в Россию приезжать не собирается, гражданство получить хочет, то вопрос какого-то контакта с египетскими властями на территории России решается через адвокатов, юристов и так далее. Еще есть нюанс. Во-первых, доверенность можно на нашего юриста делать, и мы это все будем делать от имени по поручению клиента. Во-вторых, египетские консульства и представительства есть в других странах мира, как вы понимаете. Поэтому связь с ними, естественно, может осуществляться ровно так же, как и здесь. То есть, этот вопрос, он решаем. Понятно. Хорошо. Давайте тогда несколько слов, опять же, возвращаясь уже к объектам недвижимости. Действительно, ну, Респраведливо сказал, рынок недвижимости Египта сейчас находится в таком, то есть, он одновременно молодой и незрелый, что называется, и тем не менее, он весьма динамично развивающийся. Есть и объективные цифры, которые это показывают, и есть просто вот такая общая ажиотажная история, да, общая об рынке недвижимости стран Ближнего Востока, там, где относительно безопасно, они там в таком напряженно-веселом состоянии, в хорошем смысле этого слова. Несколько слов по недвижимости. Давайте, тем более, что же слайд у нас есть. Пожалуйста, что это такое, как это работает? Что такое недвижимость? Нет, и что такое недвижимость, то есть, как бы, какие варианты здесь есть, и что вы сейчас предлагаете, вот как люди осуществляют реально подбор, с учетом того, что вы сказали вначале, но на этом тоже надо акцентировать внимание, что раньше выбор был ограничен, сейчас он, по сути, произвольный. Вот насчет этого несколько слов. Да, он действительно произволен, и да, действительно, ранее он был ограничен. И, как мы и говорили, всего лишь одним девелопером, связанным с государством. Сегодня человек волен выбирать объекты недвижимости абсолютно у любого девелопера, которого либо он нашел, но еще раз, это довольно-таки сложно, либо воспользовался нашей экспертизой и предложением и выбрал из наличия, из тех девелоперских проектов, которые мы вольны сегодня предложить. Я не скажу, что их, как в том же самом пресловотом Дубае, сотни. Нет, ни в коем случае. Еще раз, рынок недвижимости Египта начинает лишь свой путь наверх. Но и все люксовые проекты, которые сегодня представлены и, возможно, к покупке, практически все находятся либо в стадии строительства, либо существует очень длинная очередь, в которую записываются, а не только рынок России, как вы понимаете, или, если не понимаете, то два слова про это, является потребителем услуги Египта в плане представления гражданства. Нет, эта категория гражданства, она как раз начала свое существование, популярность получила не в нашем регионе, а в близлежащих странах к Египту. Именно соседи египетские, которые хотели бы иметь египетское гражданство, которое представляется им неким шагом шагом в лучшее будущее, они как раз выбирали и начали выбирать и недвижимость, и приобретать гражданство в Египте. Больше 150-200% по очереди, мы наблюдали это собственными глазами, это удивительная вещь, когда в представительстве, в офисе продаж девелопера невозможно не то, что сесть, а даже встать. Настолько много желающих приобрести и записаться практически на руке, огромные журналы, куда вносят желающих купить новую, вновь построенную недвижимость. Это иностранцы стоят в этих чередах? Это иностранцы? Нет, кстати, не только иностранцы, и не только те, кто покупает гражданство. Большую часть в таких местах, как Каир, Нурин начал рассказывать о том, что из себя представлял Каир и как его хотят модифицировать. Так вот все люди, которые хотят изменить свою жизнь, они хотели бы переехать в новый Каир, в новые районы этого огромного муравейника, районы, которые выглядят на сегодняшний момент действительно современно и удивительно привлекательно. И да, и люди, которым интересно, это из соседских государств с Египтом, и люди изнутри стороны, которые хотели бы вложить все, что они накопили в новые объекты недвижимости для того, чтобы изменить свою жизнь. Вот это вот две категории покупающих недвижимость. Буквально тогда пару слов, Нурин, перед нашим вебинаром. Когда мы, что называется, утром здоровались, вы довольно живописно описали историю с старым Каиром и новым Каиром. Буквально пару слов для наших зрителей. Во-первых, я хочу сказать, что Египет создал эту программу совсем не для россиян. Он создал эту программу, потому что в Египте, во-первых, в Египет очень многие из соседних стран хотят эмигрировать. Им это привлекательно. Во-вторых, очень много людей живут полулегально, легально, но никак не могут получать какой-то постоянный статус. Идея этой программы в основном для них. Но из-за того, что программа существует, то они хотят тоже привлекаться и других клиентов. Но вопрос с недвижимостью просто заключается в том, что Египет бурно развивается. В Египте президент Египет строит, ну, правительство Египет, строит со строителями, естественно, 16 новых городов. Их города, они очень старые, ну, Каир очень старые, естественно. Но Каир просто стал невозможным, очень тяжело жить в Каире, там просто катастрофа. И они это понимают, что там нечем дышать уже. И они должны, люди отталкиваются от Каира в другие места. И люди хотят это. Это не то, что они хотят. И поэтому очень-очень бурно развивается рынок недвижимости. Сами египтяне покупают сумасшедшими темпами очереди огромные. То, что сегодня на рынке, завтра точно не будет. Это действительно напоминает, я был, я не знаю, уже 25 лет назад в Дубай, когда все начиналось там, все это развитие, когда было просто пустыня, и вдруг Дубай появился. Но то же самое напоминает этот момент очень сильно. И это видно, это не то, что я это, у меня какая-то инсайдерская информация, какая-то, но видно, просто надо просто приезжать и видно, сколько идет строительства и какой спрос на недвижимость. Такой тогда момент. Какое, ну все-таки вы изначально, и мы с вами сработаем не первый год, и общаемся не первый год. Вы все-таки компания, которая занималась и занимается в первую очередь иммиграционными услугами. То есть вы в этом специалисты. Сфера недвижимости, это немножко другое, и тем не менее, ну люди, которые приходят к вам, их вопрос недвижимости тоже интересует. Как вы, что вы им предлагаете? Тем более, что, когда я понял, выбор вы сами сказали сейчас широк. Как это, как это работает, особенно если, ну вы как бы в Москве, Нурия вообще на другом, сильно на другом континенте, в другом часовом поясе, и до Египта добраться все никак не хочет. А хотелось бы. Я только что был. Ну понял. Недавно. Да, это Калючек прилетел сегодня, вы же сейчас не там, так что, но тем не менее. я скажу, есть тут два момента. Во-первых, у нас очень широкий опыт в продаже недвижимости. Я лично открыл первое свое агентство по недвижимости в Москве в 92-м году, и вы слышали меня правильно, в 92-й год я открыл свое первое агентство по недвижимости, так что мы занимаемся недвижимостью по всему миру, и это всегда взаимосвязано с гражданством. Мы продаем недвижимостью по всему миру уже давно, в прошлом году наверное продавали в 10-ти разных странах. Так что это очень взаимосвязано, и у нас очень большой опыт. Конечно, есть много риэлторов, у кого нет опыта в миграции, которые пытаются заниматься юридическими вопросами без образования, но это уже другой вопрос. но по поводу недвижимости, вы знаете, это новый рынок. Мы общаемся с многими девелоперами там, и естественно, для начала мы будем предоставлять выбор между большими и крупными девелоперами. И в зависимости от спроса, потому что, честно говоря, это новый продукт для России, мы не понимаем спрос. Если спрос будет большой, то дальше будем работать не только с большими девелоперами, будем концентрироваться на том, где этот спрос. Если этот спрос в центре Каира или на Красноморье, мы должны это оценивать. это и смотрите, человек заинтересовался, допустим, он находится в Москве, допустим, он находится не в Москве, все-таки, давайте еще на этом моменте сакцентируем внимание, если человек получает паспорт, то есть покупает, не просто покупает недвижимость, а хочет получить гражданство, ему один раз в Египте минимум побывать надо точно. Да, для сдачи биометрических данных, для прохождения. Одобрение в общем есть. Когда мы прошли проверку. Но... Честно говоря, если человек хочет покупать недвижимость, я всегда, всегда советую, слава богу, есть премьер из Египта. Не то, что надо летать. Зачем должен приехать? Вот хорошо, он приехал и что? Что вы ему... То есть вы его просто возьмите на руку и помогите? Ах. И будем его возить по объектам? Мы покажем ему новый Каир, мы покажем ему Эль-Аля-Мейн на Средиземном море с совершенно невообразимым цветом воды, новый город, который вырос в пустыне. Мы покажем ему Хургаду окрестности, которую он не видел, с красивыми местами, в которые он сразу влюбится. И вот из этих трех, наверное, локаций можно будет выбрать. А если человек заинтересован в коммерческой недвижимости, то Каир наполнен различными предложениями уже с арендаторами, например, банками, которые очень любят в новых застройках сразу же снимать первые этажи, а коммерческую недвижимость также можно покупать под гражданство и дробить ее между многими соискателями на паспорта недвижимостью. Вот как раз в продолжении этого вопрос было Светланы по поводу доходности. Понятно, что покупают непосредственно не у вас, покупают у ваших партнеров. Что сейчас по вашим ощущениям на рынке происходит? Как вы это все увидите? То есть начинают и люди сразу зарабатывают? всегда в недвижимости страшно говорится о доходности. Особенно, когда мы говорим о стране, потому что доходность зависит очень много от объекта. И сказать, какая доходность будет в Египте в общем, когда эта страна огромная, очень тяжело найти хорошие объекты с нормальной доходностью есть. Я недавно думал о том, что сам я думал инвестироваться в один объект, но уже он ушел. И там доходность была где-то 9-10 процентов годовых. Мне казалось, что будет и рост цены. Доходность составляется от двух составляющих. это и текущая доходность, аренда и рост цены, когда потом и потом надо суммировать все, и мы получаем доходность. Мы не знаем доходность до продажи тоже объекта. Так что это тоже очень важно, когда мы говорим о доходности, мы должны понимать о временных рамках, о том, сколько мы хотим держать какой-то объект недвижимости. Потому что если мы хотим еще 10 лет, то какой будет рост цены очень тяжело предвидеть. Я всегда говорю, что у меня проблема в жизни, я могу узнать все, что было в прошлом, но я не знаю, что будет в будущем. 9-10% низкая доходность с учетом текущей инфляции в стране. 9-10% вы в какой валюте называли? В долларах. Тогда это не очень. Действительно, в Египте инфляция довольно высокая, в этом смысле страна чем-то напоминает что там египетский фунт не самая бодрая валюта. Я не считаю в фунтах. имеем в фунтах. Конечно, мы все хотим считать в национальных валютах сейчас, но я еще старый считаю в долларах. Еще один вопрос в Хургаде. Как я понял, вы сказали, да, Хургаде это одно из направлений, у которых у вас что-то есть. Есть ли проекты под управлением? Видимо, имеется в виду коммерческая недвижимость или объекты, которыми только можно управлять? И то и другое есть Филипп, и уважаемый наш слушатель, да, и то и другое есть, в стадии строительства. Обращайтесь к нам, мы вам пришлем все предложения, которыми мы готовы поделиться. Естественно, единственное, держать недвижимость по условиям программы гражданства нужно не менее пяти лет для того, чтобы подтвердить, для того, чтобы не потерять, и только после пяти лет держания этого объекта любого коммерческого или некоммерческого можно выставлять на продажу. Тогда еще уточнение, если человек сам не хочет сдавать недвижимость в аренду, нужно выбирать с управляющей компанией, и на самом деле, опять-таки, безотносительно Египта, где бы человек не выбирал себе объект под любое, под резидентство, золотую визу или гражданство, мы всегда рекомендуем пользоваться именно теми девелоперами, которые предоставляют услугу управления, управляющей компании, чтобы у человека снималась головная боль по управлению и содержанию своей собственной недвижимости, если он не собирается там круглогодично проживать. Окей. Ну, смотрите, и тогда буквально уже завершая нашу историю, давайте немножко подытожим. Во-первых, если мы говорим о программе гражданства Египта, все-таки, вот что она дает, кому нужен сейчас в моменте египетский паспорт. Несколько слов об этом. Она дает гражданство, гражданство одной из трех стран, которые доступны сейчас по официальным программам для россиян. Прочие две, это Вануату и Турция. Египет дешевле, чем Турция, если говорить про пороги входа. Недвижимость в Турции, как вы помните, от 400 тысяч, здесь от 300, и есть опция за 250. Египет свежая программа и пока не набрала такого количества аппликантов, как в Турции, поэтому сбоев именно по прохождению процедур временных не должно быть в ближайший год, потому как сбои начинаются именно при огромном скоплении аппликаций в той или иной стране. В Египте можно пользоваться банковской сферой, в общем-то, и там спектр предложений банковских огромен, и как только вы получаете айди египетскую, вас рассматривают как египтянина, это удобный инструмент, во всяком случае, имея египетский паспорт, мы можем подавать вас на ПМЖ Греции, тогда вы убьете сразу всех зайцев, у вас будет и второе гражданство, и еще и интересный евросоюзный статус. Важный момент для развивающихся рынков, вот тоже вопрос от нашей зрительницы про гарантии, страховка при покупке недвижимости в стройке, понятно, что когда рынок горно растет, наша история показывает, что есть всегда много примеров, когда проблемы возникали. я два слова скажу про страховку, и потом я хочу про второе гражданство сказать. Мы, как я говорил, будем работать сейчас с самыми крупными застройщиками, которые мультимиллиардные компании с огромным историем по всему миру. есть там просто огромные, огромные компании, которых таких нет в России, которые строят уже много десятилетий и так далее. И по-разному они страхуют, есть банки страхуют, есть страховые компании, все в зависимости от объекта. Но мы, естественно, не будем давать никому покупать ничего, если нет у нас понятия, что есть гарантия, что объект будет достроен. Это просто везде. Это первый момент. Второй момент по поводу гражданства. сейчас, естественно, тема второго гражданства в связи с всеми делами в мире, она стала очень более популярной, чем она была раньше. И не только в России, и в Америке тоже. Есть даже американцы, которые покупают гражданство Египта. Второе гражданство нужно для дифферсификации рисков в жизни. Ты никогда не знаешь, что будет и как будет. Ты не знаешь, когда будет какой-то вирус и закроют границы и будут отпускать столько тех, у кого есть второе гражданство. Или ты никогда не знаешь, как я узнал, что когда будет вирус и Америка закроет границы для европейцев, и Европа закроет границы для американцев и канадцев, что с моим паспортом St. Kids я мог ездить по Европе, когда американцы не могли. Так что кто бы вообще думал о том, что такое возможно. Эта история понятна. Так что второе гражданство я не хочу не пугать людей, но я думаю, что многие уже понимают зачем это нужно. И к сожалению сейчас на русских есть для россиян есть очень большие ограничения. Есть выбор, что будет через 5 лет, что будет через 10 лет, мы не знаем, но на сегодняшний день вот такой выбор. И тут то, что хорошо, что можно совмешать полезным с приятным. И хорошие инвестиции в недвижимость на Красное море. И получение гражданства, которое поможет по многим вопросам. К сожалению, это не помогает по вопросам визы Европы, но это может помогать в других моментах. окей. Ну, давайте тогда отвечаю на заключительные вопросы именно про преимущество гражданства Египта. И Софья, тогда все-таки про план действий, то есть как еще раз к вам можем обратиться. И давайте еще раз расскажем о мероприятии 15 ноября, потому что это такой важный момент. Мы и в телеграм-канале в ближайшее время на ПРИАНе подробно расскажем телеграм-канале на сайте, так что если вы что-то записать не успеете, прочитайте, посмотрите, но тем не менее лучше, конечно, если что, хоть прямо сейчас, я думаю, что мы контакты сразу тоже коллег наших опубликуем, чтобы можно было связаться с ними сразу по завершению мероприятия. Пожалуйста. Спасибо, Филипп. Что нужно сделать для того, чтобы начать? Нужно протестировать себя, мы сделаем причек, присылайте нам первые странички ваших заграничных паспортов в Египте также существует проверка по безопасности, поэтому мы можем брать только тех аппликантов, которые отвечают требованиям безопасности, то есть не ПЭПов, политикали экспозиции, лица под санкциями не смогут пройти и криминал. Все остальные имеют возможность. Все, все, видно, слышно. Да? Потому что почему-то все выключилось. так вот, что касается следующего этапа, мы после проверки Алло. Да, 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 все видно, слышно, Софья, видно, слышно. Не понимали, что я просто... У меня что-то с девайсом, да. После проверки мы обсуждаем с человеком весь список документов, пишите, пришлем его, он довольно-таки длинный, можно будет обсудить каждый документ в отдельности, каким образом готовить, где документы, где находится сам человек, в общем, все нюансы того аппликанта, который хотел бы подаваться. Плюс обсудим, какую опцию человеку интересно выбрать, расскажем все подробности о прочих опциях, кроме недвижимости, вышлем объекты в той или иной локации для того, чтобы человек смог оценить свои силы и, в принципе, присмотреться к той или иной локации в Египте. Ну и дальше можно действовать, заключать договор или приходите к нам в офис, мы просто с вами пообщаемся. Это всегда пожалуйста. И попьем кофе. Попьем кофе. Ну, Сохе неплохое, пожалуйста. Нет, скоро попьешь. Да, 15-го числа и Нуре, и Софья, и первые лица, отвечающие за программу Египта, собственно, египтяне, будут правительство Египта. Они будут ее представлять и можно будет пообщаться лично и задать вопросы. Ну, это всегда, 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 я думаю, интересно, полезно. 15-го числа завтрак. То есть начать утром можно как раз будет с египетских историй и со знакомства с интересными людьми. Звоните и пишите. Еще раз скажу, в Телеграме мы тоже опубликуем эту информацию, но вот контакты есть, поэтому, если вам интересно принять участие, предварительная запись обязательная, пожалуйста, напишите, позвоните, 15-е число в Москве и там можно будет, наверное, на подавляющее большинство вопросов уже очно получить ответ. Ну что ж, друзья, да, ну, Рикадс, президент и основатель Apex Capital Partners и Софья Силина, вице-президент по России и СНГ, Apex Capital Partners. Сегодня поговорили о программе Египта и вообще о всем, что с ней связано. Немножко коснулись общемировой ситуации. Я думаю, что мы в ближайшее время еще раз поговорим, уже подводя итоги не только по Египту, а вообще по всем странам, которые сейчас в той или иной степени открыты для россиян, где работают программы инвестиционного гражданства, или резидентские схемы. На этом, наверное, прощаюсь. Благодарю вас, Нуре, спасибо. Спасибо. Софья, спасибо. Пишите, звоните, и ближайшие вебинары на Прианн будем общаться и будем обсуждать актуальные темы. Спасибо, до встречи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok